МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Читал новость. Он очередного депутата на домашний арест посадили. В их домах жить-то классно. А вот попробовал бы он в одушке с женой, с тещей, с детьми и котами. Нет, так ты не путай. Это арест, а не катор, как у тебя. Алло, да. Да, товарищ генерал. Так, понял. Хорошо. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Обслужим, как Скворцова, вас на день милиции. Я понял, да. Хорошо. В смысле, как Скворцова на день милиции? Да, ну это я так сказал. Но чтоб клиент остался довольным, понимаешь? Обслужить по высшему разряду. Там просто электронный браслет надо надеть, и все. А-а-а. Простите, это здесь бутик браслетиков? О, такую реально можно обслужить еще лучше, чем Скворцова. Успокойся ты, у тебя жена и дети. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Так, вам браслетик надо надеть. Вы из новых депутатов, да? Ну вы что, депутаты, это так скучно. Понимаете, просто этот браслетик должен быть для моего мужа, вот. А он на меня его переписал. В смысле переписал? Ну в смысле, он все заводики на меня переписал. Дома, квартиры, машины. И вот решил сделать такой подарочек для меня. Переписал на меня свой браслетик. Класс. Я бы своей жене тоже такой подарок подарил. А ей еще тоже надо такой же подарочек подарить. Ну что ж, смотрите, вот браслетик, пожалуйста, давайте ножку будем цеплять. Подождите, в смысле? Что это такое? Какой-то браслетик. Да тут ни бриллиантов, ни стразиков, это вообще даже не Смаровский, я не понимаю. Какой-то даже поношенный. С чего это он поношенный? Он новый, ну почти новый. Да, это вообще, это самый модный, как бы, это брендовая штучка. Да. Делано в МВД? Это что это за фирма-то такая? Да вы что, это сейчас самая модная штука. Все депутаты в таких ходят. А я не хочу быть такой, как все. Я вообще-то хочу эксклюзив. Я хочу, чтобы у меня нормальный был браслетик. Со стразиками. И желательно розовенький, потому что я люблю розовый цвет. Девушка, ну не бывает розовых браслетов со стразиками. Знаете что? Я сейчас позвоню Бусе, и он приедет, и закроет нафиг ваш вот этот вот бутик МВД. Понял. Не надо звонить Бусе. Не надо. Мы сейчас все организуем. Да, младший лейтенант? А что сразу я-то? Потому что сейчас, если приедет сюда Буся, то ты станешь Скворцовой. Понял? Да, мы все сделаем. Сейчас все будет сделано. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые дамы и дамы. Представляю вам новую уникальную коллекцию, эксклюзивную коллекцию электронных браслетов. Итак, моделька номер один. Уникальный розовый браслет, который подойдет под вашу помаду, под вашу сумочку, под ваши туфельки и под вашу кофточку. Отлично. И вторая моделька. Да, браслетик с камушками. Это, конечно, не Сваровских, но все камушки по воровскому делу проходили. Ну и, конечно, браслет парный. Для вас и вашей половинки. Отлично! Я беру все, Буся будет очень рад. Да, отлично, отлично. Так, пожалуйста, вот, вот. Мы всегда рады нашим клиентам. До свидания. Приходите к нам еще. Приятно, когда от нас выходят довольные клиенты. Мы милиция. От нас вообще никто уходить не должен. Особенно такие, как эта Буся. Да, согласен. Как все-таки здорово, что мы выбрались. Какой прекрасный день сегодня. Да, этот день ничто не может испортить. Что? Я говорю, день сегодня отличный. Какой отличник? Никакой отличник. Я говорю, день сегодня. Сегодня он... Ты что, икаешь? Ну да, но оно... Оно пройдет сейчас. Попробуй задержить дыхание. Ага, сейчас. Ну вот. Помогло? Да, вроде. Есть еще один способ. Так, отвернись и закрой глаза. Ага. Жень, ба! Ну что, помогло? Вот это вроде. Да. Да как же тебя еще напугает. Жень, я твою машину разбила. А, это колымагу старую? Ничего страшного. Мы возьмем ипотеку. Одной больше, одной меньше. Неважно. Жень, давно хотела тебе сказать, я беременна. Одним больше, одним меньше. Уже семеро. Да как же тебя напугать-то? Так, подожди, здесь я сейчас приду. Давай. Слышь ты, серый полосанник, дай позвонить. Что? Я говорю, мобилу дай. Это не пройдет. Что это не пройдет? Я говорю, скажите Марусе, что ее схема не пройдет. Какая Маруся? Какая схема? Это моя схема. Давай мобилу сюда. Послушайте, ну, во-первых, вы так себе актер. Он так, мобилу. И мне абсолютно не страшно, понимаете? Абсолютно. Все, хватит. Не страшно тебе, да? Я сейчас тебе хлебальник порежу, вот тогда тебе страшно станет, понял? А вот это уже перебор, знаете. Вот это хлебальник порежу, вот эту ночь вынимать. Вот как вы его держите, ночь вот эту? Вот раз в жизни нож держали настоящий. Идите отсюда, не до актера. Ты что, бессмертный, что ли? Да я сейчас тебя тут урою, ты понял? А вот станет моего мужа, козел. А ты что стоишь? Тебя грабят, а он стоит. В смысле грабят? Это что, не ты его подослала, чтобы он меня испугал? Конечно, нет. Я за водой ходила тебе от икоты. Спасибо. И икота прошла, я уже не икаю. Ты что, заикаешься? Ничего предпринимать не надо. Оно само пройдет. Само? Само. Идем погуляем. Погуляем. Нагулялись. Пошли домой переодеваться. На троих. На троих. Ой. Здравствуй, милочка. Здравствуйте, Евгения Михайловна. Вам, как обычно, от боли в суставах и от склероза? Ай, суставы. Забыла. Что? Чего? Чего к нам пришли? Ай, я это хочу витаминки. Витаминки, чтобы, говорят, сейчас какие-то вирусы, чтобы иммунитет сильный был. Вот я могу порекомендовать вам комплекс витаминов за 600 гривен. Ой, так мне не коробку надо, мне одну баночку. Так это и есть одна баночка за 600. Вот. Ой. Бабушка, бабушка, у вас сейчас колышматит, но сейчас все пройдет. Может быть, вам... Давайте мы вам вакцину сделаем, и вам тогда вообще никакие вирусы страшны не будут. И витамины можно будет не покупать. Ой, да? Да. А эта вакцина, наверное, тоже дорогущая? Нет, абсолютно бесплатно. Бесплатно? Ага. То есть ты хочешь уколоть меня, а потом мою квартиру на себя переписать? Да не надо мне ваша квартира. Правда, абсолютно бесплатно. А ну, ущипни меня. Ущипнуть? Ну, бесплатная медицина только в СССР была. Ой. А еще, если вы сделаете вакцину, то у нас сегодня еще и акция. Вы сможете выиграть 10 тысяч. Ой. И правда не сон. Как это 10 тысяч? Это что? Это как? Это за... за что это? Так это все очень просто. Вы делаете вакцину, а потом тянете вот этот оранжевый шарик. И там уже два варианта. Либо будет там написано, попробуй еще раз, либо 10 тысяч. Ого, так это 10 тысяч. Я же эту... за отопление оплачу. Ого. За месяц. Давай, кали. Хорошо. Только вы это, свитер снимите. Ой, внучка, а можно в свитере? А то у меня там под этой кофтой еще один свитер. И когда я их снимаю, током бьется. Но боюсь, чтоб тут не кракнуло. Ну, ладно, бабушка. Кольнем через свитер. Давайте. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Оп. Все. А, видите, и не больно даже. Ни капелька. Ни капелька. Ага. Ну, тяните теперь, да. Ооо. Вот. Ой, эту. Ага. Ну, попробуй еще. Ну, ничего страшного и не расстраивайтесь. Зато вакцину сделали. Здоровее будете, бабушка. А ну, кали еще одну. Еще одну? Да еще одну. Я хочу десять тысяч выиграть. Давай еще одну. Ладно, сейчас сделаем. О, готово. Так. Попробуй еще. Давай кали еще. А то я без десяти тысяч отсюда не уйду. Вы уверены? Нет, мне вакцины, конечно, не жалко, но... Уверена. Кали. Евгения Михайловна, может и вправду хватит. Десятая вакцина подряд. Не хватит. Я без десяти тысяч отсюда не уйду, сказала. Кали давай. Ну, хорошо. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот она. Оп. Ха-а-а. Десять тысяч гривен. Ха-ха. Давай, раскошеливайся. Ничего себе. Я думал, что я все выигрышные шарики достал. Ну... Нет. Ладно. Я сказал, что у нас все честно. Вот, держите, бабушка. Десять тысяч гривен. Опа. Спасибо. Вот. А я, пожалуй, пойду, потому что у меня и вакцина закончилась, да и главный приз выиграли. До свидания вам. Иди, милук. Иди. Спасибо за честность. Ну, пожалуйста. Евгения Михайловна, как вам себя-то не жалко? Разве десять тысяч стоят, чтобы так издеваться над собой? Себя не жалко. Грелку жалко. Какую еще грелку? Какую-какую. Какую-какую. Вот. Вот такую. Дырок сколько у грелки понаделал. О! Смотри, сколько вакцины, ян, ты налил. Хей! Так у меня десять тысяч уже есть. И весной будет чем колорадских жуков травить. О! Бабка-сообразилка. Все, пойду я. Десятку тратить. Давай. Пока. На троих. Ой, так жарко. Угу. Сашка, может пойдем искупаемся, а? И что, мне после этого новую жену искать что ли? Ты что, совсем больной что ли? Это ты будешь больная, если пойдешь там купаться. Ну ты ж в прошлом году тут купался. Вика. Вика, так это когда было? После моего дня рождения. Я тогда, этот, противоядие принял. Ну. Ну просто, просто хочется как-то охладиться. Хочется охладиться? Оп! Смотри, холодненько. Ужим смешно. Так, все, пойду и искупаюсь. Вика, Вика. Молодой человек, скажите моей жене, что там купаться нельзя? Вы видите табличку, что купаться запрещено? Я? Нет. Значит, купаться можно. Так далее, побежала купаться. Уру! Ах, пивасик, пивасик. Родной ты мой. Холодненький. Ой. Оказывается, есть табличка, что купаться запрещено. Видимо, бомжи трубу унесли на металлолом. Я тут просто новенький. А, 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 а чё? Ну вот, а ты говорил, водичка просто бомба. Женщина, вы кто? Рыба в пальто. Ты чё, пиво опился? Или тебе солнце напекло? Фика? Ничего себе, искупалась. Сань, пойдём купаться? Да нет. Я и тебе не советую больше купаться. Ты чего? Да водичка просто бомба. Может, скорую вызвать? Я вот думаю, может, лучше адвоката вызвать. Мне развестись проще будет. Мне проще будет тебя утопить за такие слова. Проживу счастливой вдовой. Пойдём купаться. Да, Дмитрий Леонидович, да, я уберу. Я понимаю, что у нас нет уборщицы. Да, да. Ну, конечно же, я выйду завтра на смену. Хоть понимаю, что завтра не моя смена. Да. За половину зарплаты, да. Я понимаю, у нас кризис. Всего доброго, Дмитрий Леонидович. И, конечно, вы меня достали. Идите нафиг, Дмитрий Леонидович. Алло. Я что, не отключился? Я понимаю. Да. Месяц без зарплаты. Я понял. Понял. Здорово, пешеход. На, подержи. Здравствуйте. А вот что? Ну, настоящий байкер. А на кого я, по-твоему, похож? Ну, на этих, которые в коже. С плётками. Давай, продолжай. Закапывай себя в могилу. Вы извините. Я байкер. Кличка у меня Череп. Ух ты. Знаете, а я в первый раз вот так общаюсь с настоящим байкером. Знаете, я вам всегда завидовал. По-доброму. Вот у вас нет ни начальства, ни приказов. А только мотоцикл, дорога и ветер, который раздувает пышную шевелю. Не соль на рану. В смысле? У вас отличные волосы. Не везде. А, так... Ой. А как так? Здесь ничего, а тут... Грёбаная генетика. От мамы достались волосы, а от папы лысина. Ну, ничего. Зато так сразу понятно, что вы Череп. Перед бандой стыдно. У них у всех шевелюры. А я стесняюсь. Прячу под шлем. Я в шлеме теперь всё время хожу. Даже моюсь в шлеме. Сексом со своей тёлкой тоже в шлеме занимаюсь. И я, и она. А у неё тоже, что ли... Да сплюнь. Просто одела ей, чтобы она головой об стенку не билась. Она обои портила. Я понял. А так к чему пришли? Ну, делай с этим что-нибудь, ну. А-а-а. Ну, что могу предложить? А вы пробовали пересадку волос? Из бороды в лоб. Ну, отсюда сюда. Ты дурак, что ли? Байкер без бороды – это то же самое, что байкер без мотоцикла. Ага. Ну, тогда парик. Парик сдувает. Да кого можно на клей посадить? Пробовал. Я реально быстро езжу. Ну, есть вариант. Побриться наголо. Для байкеров это же не проблема. Нет, это проблема. Если твоя банда называется волосатые черти, а ты в ней предводитель. Нихера себе! Череп – это ж ты, что ли? Оборотень. Ну? Ты только ничего не подумай. Это не то, что ты подумал. Короче, я сейчас всё объясню. Да что объяснять? Что я подумал? Всё ж видно и понятно. Ты лысеешь, череп. Да. Да, оборотень, я лысею. И я пойму, если вы меня решите выгнать из банды. А что тебя выгонять-то? Как, чувак? Ну, как может быть главарь банды волосатые черти лысым? Главное тебе, череп. Ну, мы же все потихоньку лысеем. Вон, смотри. Видишь, тут вот озеро в лесу. Главное, Аральское море уменьшается, а моё озеро растёт. И все пацаны так. Все пацаны? Ну, да. Экология херовая, плюс голуби срут. А как же остальные пацаны? А что, остальные скрываются? Вот так вот нацепим парики, приклеим к шлемам и ездим. О, блин, можно было к шлему его приклеить. Затупил. Так что, выходит, нет понта больше скрываться, да? Выходит, что нет. А как же название банды волосатые черти? Ну, да. Слушайте, извините, что вмешиваюсь. А вы можете название банды изменить? Да как ты его изменишь? Ну, там, лысые черти. Или лысая резина. Лысая резина. Мне нравится, а тебе? Да, круто. Так что, ну, да, череп? Давай. Класс. Вот пацаны обрадуются, что больше скрываться не надо. А то капец, как черепуха от этих париков чешется. Пойду скажу нашим, да? Давай. Давай. Ну что, давай. Сбривай мне всю эту шевелюру. Сию минуту. Так. Скажите, пожалуйста. А можно вам один нескромный вопрос задать? Давай. А вы меня в банду можете взять? Тебя? А Кликуха у тебя есть? Нет, ну... Будешь штуцер. Ты на него как раз похож. Штуцер. Класс. Но только есть условия. Ага. Чтобы быть байкером, надо быть свободным. Свободным от всех начальников, от всех работ, от всех зарплат. Ты свободный? Вот как раз это не проблема. А ну? Череп. Смотри. Алло. Дмитрий Леонидович? Начальник. Бывший. Иди в жопу. Сам ты уволен. Отдай пять штуцер. Молодца. Все. А, и второе условие забыл сказать. Ага. Нужен еще байк. Есть у тебя байк штуцер? Б... Байк... Нету. А, ну какой из тебя нахрен байкер? Иди в жопу штуцер. Дмитрий Леонидович, я снова не отключился. Я не то имел в виду. Дмитрий Леонидович, я имел в виду... Ну... Дай сюда, дай сюда. Дмитрий Леонидович, иди в жопу, мне стричься надо. Да, Дмитрий Леонидович, я имел в виду, что вам в горы нужно поехать в отпуск, отдохнуть. В пещеру там, ну какую-то. Давай, стриги. Сам себе стриги. Меня уволили. Череп, ***. На краях. На краях. Здравия желаю, инспектор ДПС. Уважаемые блюстители порядка, хочу сразу вам донести, что я закончила юридический факультет и работаю юристой. А это я к тому, что если вы потребуете от меня взятку, то я смогу вас привлечь к уголовной ответственности. Понимаете, о чем я? Да вы что, какая взятка? Мы взяток не берем, мы честные гаишники. Правда говорю? Мы взяток не берем? Не берем. Не берем. Просто посмотрим ваши документы и все. Просто посмотреть? Да. Пожалуйста. Разрешите? О, а вот и проблемка. Ах, ну все понятно. Сейчас скажите, что с документами что-то не так и опять же попросите взятку. Что вы, что вы, никакой взятки. Я просто хочу быть с вами честным. Поэтому хочу вам сказать, что на фотографии в паровах вы выглядите гораздо лучше, чем в жизни. Да, тут у вас кожа более здоровая, меньше морщин, чем в жизни. Я просто извиняюсь об этом говорю, просто хочу быть с вами честным. Я же честный гаишник. Что, реально очень сильные морщины? Если честно, то да. Но вы не волнуйтесь, у моей жены была точно такая же проблемка, пока она начала пользоваться ультра-современным, супер-разглаживающим, супер-увлажняющим кремом. Скажите, а где она его купила? Что за крем? Крем называется «Мивея». Кстати, по счастливейшей случайности, у меня есть одна баночка, которую я купил специально для моей жены, чтобы она им помазалась. А продайте мне его. О, к сожалению, не могу. Я купил его специально моей жене, так что вряд ли. Я заплачиваю в два раза больше. Я бы рад, но эта последняя баночка в магазине оставалась, поэтому… В пять раз больше продайте мне его. Как скажете, но тогда с вас пять тысяч гривен. Сколько? Ну, просто это… Я его купил за тысячу. Это ультра-современный супер-увлажняющий крем. И я вас уверяю, на утро ваша кожа будет как попка младенца. Ни одной морщинки. Вот, пожалуйста. Благодарю. Прошу вас. Как говорится, ни морщинки вам, ни складочки. Хорошей дороги. Благодарю. Так, а я не понял, Иваныч. А что ты мне не сказал про такие чудо-крема? Я тебя умоляю. Нет никакого супер-крема. Это обычный крем. Просто на каждую умную бабу найдется хитрый гаишник. Это я, кстати, тоже сам придумал. А ты, Иваныч, геній. Я евгений. Твоя половина. О-о-о-о. Класс. Дякую. Класс. Давай-давай. Ага. Спасите. Помогите. Не вовремя. Ты мужик тонуть начал. Ага. Спасите кто-нибудь. Помогите. Вот же, блин, а на самом интересном месте. Вот там еще, говорят, сцена после титров будет. Ага. Мужик, десять минут подожди. Сейчас, самое интересное. Что, горло полочит? Наверное, ангина. А может ты исходишь, спасешь его, наверное? Да, я тебя знаю. Я пойду спасать, а ты сам досматривать будешь. Давай спасать вместе. Ну ладно. Пошли. Ах ты. Идем, кайфолом несчастный. Чего ты поперся в воду, если плавать не умеешь, идиот на кусок? Спасибо, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Ну все, все, не кричи. Я только всю дорогу думал, чем там все закончится, пока тянуло. Вы настоящие герои. Да все, хватит, не кричи, дай кино посмотреть. Ага, вот он, да. О, это классный фильм. Я его смотрел. Сейчас откроется дверь, и там появится напарник главного героя. Он, оказывается, не умер в начале фильма. Он-то и предатель. А вот теперь кричи. Что вы делаете? Вы пойдете все без спойлеров. Ага. Давай, б***ь. Что-то... Здравствуй, дорогой. Я несказанно рад, что ты осчастливливаешь меня и мою аптеку своим визитом. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, таблеточку от головы и какое-нибудь лекарство от депрессии. Ой, дорогой, ты прямо вот вовремя, как знал. Вот, сейчас мы вылечим тебя. Зачем тебе таблеточка, когда есть, смотри, какое сорокалетнее лекарство, которое вылечит тебя от любой головной боли, а от депрессии надо немножко подождать, и сейчас вылечим тебя очень быстро. Нет, вы меня неправильно поняли. Мне лекарство надо. Да-да, я тебя все правильно понял. Сейчас. Будем лечиться. Держи бокалчик. Как говорится, что смотреть на вино? Его надо пить, правильно? Правильно. Да нет, вы поймите. Да я все понимаю. По чуть-чуть лекарственного препарата. Да? Или ты что? Да не в этом дело. Опять прав, дорогой. Вино без тоста то же самое, что шампур без мяса. Не тот эффект. Я поднимаю этот тост за то, чтобы мы, мужчины, могли выпить столько, сколько хотим, а потом после этого любить женщину столько, сколько хочет она. Ха-ха-ха, хорошо сказал я. Молодец. Простите, но я пить не буду. Ты что, хочешь обидеть меня? Ты хочешь обидеть меня и моего прадеда, который делал это вино? Ты знаешь, что я с тобой сделаю за прадеда? Я такое с тобой сделаю, что патологоанатомы будут удивляться. Это что такое? И не понравился царице ее портрет. И тогда художника сбросили в пропасть на дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за Инстаграм, где с помощью фильтров любая тёлка может выглядеть как царица. Ах, хорошо сказал, молодец. Ах, хорошо. Ну что, дорогой, прошла голова? Как у меня и не болела голова. Это у жены моей голова болит каждый вечер. Из-за этого у меня депрессия. А-а-а. Мне любви не хватает. По этому поводу другой тост. А. И тогда ёж сказал своей жене, слушай, ты не въёживайся. А-а-а. Молодец, хорошо сказал. Хорошо. Сколько можно ждать? Ты сказал на пять минут, уже час прошел. О! Жена? А-а-а. Давай, как я тебя учил. Женщина, женщина, когда орлы разговаривают, в арабине цирикают. Молодец. А-а-а. А-а-а. Красавица. Ну что, голова больше не болит? А, она у меня не болела. Дорогой, прости меня, пожалуйста, я была не права. Молодец, мой хороший. А-а-а. Ай, молодец. Так выпьем же за самое сильное лекарство на земле. За любовь. Ой, дорогой, давай выводи ее из депрессии. Вводи. И выводи. А-а-а. Ай, молодец. Я так понимаю, у меня санитарный час, да? А-а-а. Не волнуйтесь. У вас есть даже два санитарных часа. Не буду вам мешать. Ай, молодец вообще. Ну, вздрогнули. А-а-а. Хорошо. Хорошо. Ну что же, дорогие брачевающиеся. Здрасте. Господи, я такую, прости, господи, никогда не расписывала. Ой, знаешь, что? Давай ты, деденька, не будешь это тумничать. Посмотри, как жениху это не терпится. А-а-а. Ну что ж, тогда приготовьте свои кольца и рты для поцелуев. Я прошу прощения, а не могли бы вы нас для начала сфотографировать? Ну, вообще-то это делается после росписи, но как скажете? Что там, как там? Значит, давайте как будто так, что я несу ее на руках под венец. Не вопрос. О-о-о. Вот так. Я прошу прощения, но, по-моему, это чересчур вульгарно. Это, между прочим, самая невульгарная поза. Вульгарно я тебе потом покажу за доплату. Ну. Давайте, значит, наш первый поцелуй. Вообще-то, я предупреждала, что мы в губы не целуемся. Ага. Ну, давайте, как будто поцелуй. Может быть, перейдем к церемониям? Нет, подожди, секундочку. Мне, значит, еще нужна такая фотография, где я очень довольный. Не вопрос. Ой. Что вы делаете? Ой, я делаю, чтобы у тебя это было довольное лицо. Что? Ну что, вы же моя невеста. А. Ну что, может, к церемонии? Секундочку. Значит, еще одна фотография, где мы оба счастливы. Не вопрос. А. 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 Прошу прощения, что вы делаете? Шо я делаю, чтобы это, чтобы оба получили удовольствие. Я же возбуждаюсь. Так ради бога, на здоровье. Может, все таки, перейдем к этой долбаной церемонии? Женщина, шо вы задрали нас уже со своей церемонией? Нам нужны только фотки, ты ж не понимаешь. Шо я какая глупая. Для инстаграма, что ли? Для мамы. Вот это вот для мамы? Вы понимаете, просто моя мама очень переживает. Мне уже 40 лет, и я до сих пор не женат. Вот я и снял себе, так сказать, невесту на час. Так, короче, свадьбы не будет. Вот. А брачная ночь будет только за доплату. Спасибо. Я уж как-нибудь сам справлюсь. Я надеюсь, там есть из чего выбрать. Ну что, теперь едем в парк на фотосессию с друзьями. Групповое фото по тройному тарифу. Согласен. Кстати, если твой маман захочет ну-ка, то я не по этим делам. Я еще молодая, хочу еще погулять. а я могу. В смысле? Ну, в смысле красавчик. А идем-ка со мной в подсобочку. Простите, но... Я и поцеловать могу, и детей сделать, и фоточки для мамы, и для инстаграма. Пошли. У меня еще с ней время не закончилось. Пошли. Так, ну что, какую мы сегодня качаем группу мышц? Сейчас посмотрю в приложении. В приложении? Не, ну ты тоже начал, слышишь, группу мышц. Какие группы мышц? Как обычно, на телок посмотрим мы по домам. Здравствуйте. Здравствуйте. Мужик, ты что, в зале будешь заниматься в пиджаке? Я... не заниматься в зале, я на работу собираюсь. А, вот, вот, видишь, как кризис ударил. Даже по фитнес-центрам. У вас тут все сотрудники свои вещи хранят? Я не сотрудник этого центра. Я работаю в офисе. Так, а это у вас, типа, камера хранения? Нет. Это мой дом. Я здесь живу. Что вы удивляетесь? Месяц аренды квартиры стоит столько же, сколько годовой абонемент в фитнес-зале. Плюс коммуналку платить не надо. И горячая вода постоянно. А, подождите, так, зал же ночью закрыт. Где вы ночуете? Охрана в теме. Главное, вовремя, вечером спрятаться в домик. Хорошего дня. Спасибо. И вам тоже. чудак. У тебя что сегодня? Деруны? О, класс. А у меня греча. О, с лучком. Поделимся. О, Александр Константинович, Егор Егорович. Евгений Михайлович. Соседи. Соседи с 41-й. Да. Я в 20-ю переехал. Я в 22-й. Думаю, и 21-ю приобрести. Ну, как вам здесь? Отличное место вообще. Самое главное, что сюда теща никогда не приедет. Да. У нее просто аллергия, понимаете, на запах хлорки с бассейном. Господа, предлагаю на халяву отобедать. На халяву? Что у нас в меню? Сегодня на ресепшене дегустация протеиновых батончиков. О, на халяву это отлично. Я тогда, значит, гречу на ужин оставлю. Рядерунчики. Ну, вперед, как говорится. Прошу вас на обед. Так. Садик. Руки, руки, руки. Забыли. Сосед. Забыли. Телефончик. Девочки, мы с вами как группа Виагра. Лучшие друзья девушек это бриллианты. Ю-ху! Извините. Так. Если ты меня привела ради вот этого, так я на таких мог по телеканалу Рада посмотреть. Саша, я привела тебя по другому поводу. Знакомься, это мой личный стилист Педро. Я вижу. Саша. Вообще-то меня зовут Петр. Да. Но девушки больше доверяют Педро. А мужики нет. Саша. Я не понимаю, что ты меня сюда привела? Ну, я тебя привела, чтобы ты посмотрел, как Педро делает мне прическу. Это что, новое извращение какое-то? Ну, при чем здесь извращение? Ты постоянно говоришь, что? Что я трачу деньги, а потом ничего не видно? Так вот, посмотришь. Отлично. Я буду сидеть и смотреть, как Педро стрижет мои бабки, да? Очень смешно. Но зато в следующий раз ты не будешь говорить, что ты ничего не замечаешь. Ну что, Педро, приступим? С удовольствием. Присажетесь. Благодарю. Крутитесь. А вы присядьте. Присяду. Кошмар. Одни только прически, ни одного купальника. Что за журнал вообще? Ну что? Вы готовы увидеть красоту? Давай, показывай. Вуаля. Ну, замечаешь? Что я должен заметить? Ничего же не поменялось. Ну, это совершенно другая прическа. Не подходит. Переделывай. Педро, а мы можем что-то еще сделать? Ну, сделаем. О, духи. Воняет, как от моей тёщи. О, Господи. Тра-да-дам! Пожалуйста. М? У-у-у. Всё. Я сделал всё, что мог. Ну, как тебе? У? Так, я не понимаю. Почему я целый день здесь мучаюсь? Смотрю на это всё и в итоге вижу то, с чем ты сюда пришла? Что? Это вы мучаетесь? Это я мучаюсь целый день. Стригу, подстригаю, филирую, крашу, разравниваю, снова стригу, опять крашу, милирую. У меня уже пальцы болят. Слушай, Педро, может, ты не профессионал, а? Что? А ну, идите сюда, я сейчас вам докажу. Давай. Только давайте без угроз тут. Хорошо. Давайте. Так. Ну, как вам? Ну? Мне нравится. Да, мне вроде тоже нравится. Вот что, нельзя было сделать ей то же самое? Мучился тут. Я, конечно, не этого ответа ожидал, но если вам нравится, с вас пять тысяч гривен. Что? За вот это вот, за солнышко? Офигеть. За то, что я до этого делал вашей жене. Да, ты не Педро, ты Педрито. Саша. На, идем отсюда. Если бы я всегда прически делал за такие деньги, я бы же миллионером стал. А Педрито тоже ничего. Интересно, чьи-то следы? Зайца? Лося? Ммм, динозавра? Здравствуйте. Сыночка, ты сядешь или что? Ты что, не видишь, что мама уже все? Или где здесь психолог? Тихаша. Мама все поняла, как тетя Сара на привозе, когда у нее нашли не те гири на весах. Сыночка, может, ты расскажешь дяде за свою проблему? Вот видите, доктор, и вот так уже очень давно мой сыночка не общается со своей мамочкой, как дядя Изя с налоговой, когда у него спрашивают за доходы. А шо вы молчите, как рыба об лед? Вы задавайте вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Мы ж не на одесской таможне, тут мама вам все расскажет. И я даже уже знаю ваш первый вопрос. И даже несколько. Сон глубокий, аппетит хороший, стул регулярный. Сыночка, может, ты расскажешь дяде, что у тебя настолько все хорошо, прям как у владельца отеля в Затоке в курортный сезон. Ой, или мне не надо знать, что вам надо сказать за его детские травмы? У него их таки не было. Даже Ребешмойсон в свое время сделал настолько все идеально, что между нами, говоря, у меня такое впечатление, что там не уменьшилось, а даже немножечко выросло. Сына, маме лучше знать, когда можно что-то сказать, а когда надо немножечко помолчать. Мама ж не говорит за тот случай, когда сыночка объелся синеньких и стал зелененьким. Доктор, и шо вы таки скажете, маме уже надо одалживать деньги на лекарства или можно решить вопрос немножечко дешевле? Мама таки поняла, шо пока можно обойтись без лекарств. А шо вы скажете, может, сыночке надо сдать анализы? У мамы все с собой, баночка и спичечный коробочек. Если надо, сыночка, все анализы сдать здесь, прямо сейчас, не выходя из этого кабинета. Нет. Так надо. Помнишь, дядя Яша тоже не хотел страховаться. И сколько он в итоге выиграл на своих переломах? Доктор, может, пора уже что-то решать? Я знаю, шо вам виднее, но, сыночке, уже пора обедать. А он сидит и даже не догадывается, что с ним что-то не так. И раз уж мы уже заговорили за обед, сыночка, я таки приготовила тебе твоих любимых котлеток. картошечку и фаршированную рыбку. Но для начала надо съесть супчик, потому что первое нужно для твоего растущего организма. И смотри меня, чтобы лоточки были чистые, как море в отчетах Одесской санэпидемстанции. Мама, то вы можете закрыть то, откуда вы дышите? Или я буду слышать этот сквозняк до конца ваших дней? Живите до 120 лет. Но сделайте паузу, услышьте тишину. Ой, люди, смотрите все сюда, звоните, говорите, он заговорил. И если это не чудо, то на это можно смотреть очень долго. Сыночка, а теперь немножечко помолчи. Маме надо кое-что порешать, и это не твоя математика. Значит так, уважаемые, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, то моя проблема решилась именно мною, а не вами. И если мне не кажется, а мне не кажется, то теперь вы нам должны за прием. Нет, ну вы, конечно, можете спорить, но поверьте мне, я настолько никуда не спешу, что мне даже вас немножечко жалко. шо вы там считаете? Шо вам уже? Давайте все сюда. сыночка, забирай лоточки, пойдем домой. Мама, открою тебе секундочку. на троих. на троих.